Друзья, всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня у нас очень хочется 23 мая наконец-то высадить огурчики. Вот такая рассада у меня получилась. Этой рассаде две недели. Не самый лучший возраст для рассады огурцов. Дело в том, что я предпочитаю... Душно. В тиблице все-таки душно. Сегодня я предпочитаю 10-дневную рассаду огурчиков. Сейчас я ее подробно вам покажу и расскажу, какие у меня здесь огурцы. Все подписано. Это у меня огурцы на основной урожай, которые пойдут в теплицу, в грядку. Вот в эту вот по краю будут посажены. Я сейчас вам все поближе обязательно покажу. Как буду сажать, что буду класть в лунку. Об этом, обо всем сегодня. Кстати, немножечко затрону тему, как я буду их выращивать, вести и формировать. Хотя потом все лето обязательно буду вам показывать, как я буду их формировать. Разным способом. До середины лета и потом в конце лета. Обо всем об этом сегодня быстренько пробежимся и посадим вот эти огурчики. Итак, эти огурчики я показывала, как я их сеяла. Видео будет вот здесь, ссылочка. И в описании можете посмотреть, кому сейчас нужно срочно посеять. Огурцы всходят на третий день и на десятый день. Они уже готовы, чтобы их высевать, высаживать рассаду. Я вообще люблю, когда у огурчика вот так вот один листик максимум и второй растет. Вот это вот идеально. Немножко вот этот огурчик, солтис, он задержался за всходом и получился вот такой маленький. Кстати, солтисы все, смотрите, видимо подольше всходили, хотя семена свежие. И вот этот Кураж еще вот такой маленький. А все остальные у меня это Герман мой любимый, Маша, Хитрец, Хрустик, Фулл Хаус и Шоша. Хочу сказать сразу, Хитрец, Хрустик, Фулл Хаус и Шоша для меня огурцы новые. Проверенные сорта это Герман, Кураж и Маша. Это мои любимые гибриды с пучковым типом цветения, портенокорпические, то есть которые дают женские завязи без мужских и не требуют опыления. Для того, чтобы выращивать достойный урожай огурцов в сложных условиях, а я считаю, что идеальные условия для выращивания, даже не знаю, в какой местности можно найти, потому что если вы сажаете огурцы, которые опыляются пчелами, вот в этом году, например, я была просто поражена, в отличие от прошлых лет, у нас на вишне и на яблоне просто рой был пчел, они жужжали, вот все дерево просто жужжало. В этом году пчел не было вообще, либо от такой сложной зимы они просто повымерзали, то есть быть зависимым от опыления насекомыми, я считаю, что это роскошь для огородников, тем более, что есть гибриды, которые дают намного больше урожай, намного богаче, не уступающие по вкусовым качествам, а то и более вкусные плоды, зачем рисковать, я этого не понимаю. Вот эти все гибриды, которые я вам сейчас перечислила, они не бывают горькими совсем, они не перерастают, не превращаются в бочки, не желтеют никаким образом, у них семенная камера очень маленькая, их разрезаешь и вот по дому сразу разносится вот этот свежий вкус огурца, знаете, его ни с чем не спутать, кроме как, наверное, когда вылавливают свежую зубатку, корюшку-зубатку, свежую подлёдного лова, она тоже пахнет огурцом, ну, вы, наверное, знаете, что я живу в Владивостоке, вещаю вам из Владивостока, здесь у нас подлёдный лов у корюшки очень развит и промышленный, и для частных лиц, вот муж у меня тоже занимается уловом, у меня об этом, кстати, есть несколько видео, можете поискать в ленте. Значит, рассада сейчас 14 дней, ждать больше я уже не могу, не хочу, давайте посмотрим, что с ней сейчас происходит и творится. Хочу показать вам два момента. Значит, первый момент, что я сейчас буду немножко её заглублять, смотрите, видите, нарастают уже воздушные корешки, но рассада не переросшая, вы видите, у неё короткие междоузли, потому что она у меня стояла здесь в теплице, здесь много солнца, и я считаю, что это великолепный способ выращивания рассады, тот, о котором я вам рассказывала, посмотрите по ссылочке, потому что рассада сразу получается закалённая, а она уже, листья её не сгорят под солнечным светом, потому что она зашла здесь в теплице, она была уже подвержена этим условиям, в которых будет сразу расти, поэтому вообще идеально, она даже не почувствует пересадки. Что по поводу высадки? Вы можете высаживать, как я уже говорила, в обычные стаканчики, просто его обжать, кстати, смотрите, уже корешки даже вот здесь появляются. Давайте посмотрим корневую систему. Здесь вот несколько растений у меня с выдвижным дном очень удобно, особенно для начинающих огородников, если вы всё-таки ещё опасаетесь. Вот такая прекрасная корневая система, корневой ком не распадается, и сейчас мы их быстренько перенесём с вами в грядку. Давайте покажу, где буду сажать. Значит, высаживаться у меня по краю, вот здесь у меня растёт перец, видите? Смотрите, а вторым рядом, ближе к стенке, у меня будут расти огурцы. Пекинская капуста сейчас у меня даст качан, она уже формирует его, смотрите, вот видите, качанчик уже растёт, вот. Поэтому примерно через неделю, 10 дней я её уберу, пока у меня здесь адаптируется рассада огурца. И я вот эти вот все растения распределю сейчас до конца грядки. Пока подвязывать ничего не буду, они ещё маленькие, поэтому всё здесь будет нормально. Значит, смотрите, дальше я обязательно сразу же, до того, как подвязываю огурцы, до того, как они вырастают большими, размещу сетку вот здесь, по этой стенке, сетку для огурцов. Я обязательно это тоже покажу, сегодня у нас просто сильный дождь, мне в сарай идти за ними не хочется, за этой сеткой. Размещу сетку, значит, огурцы веду таким образом, до июля. Я буду подвязывать их на верёвочку, ну, примерно вот таким способом. До высоты 80 сантиметров от грядки я буду удалять все пасынки, а потом я прищипываю выше, прищипываю пасынки, оставляя два листочка. Смотрите, вот видите, вот пасынок, у него оставлено два листочка и потом прищиплено. Здесь у меня будут дополнительные огурчики на этом пасынке, а когда я их соберу, я удалю и листья лишние, и пасынки. Затем, когда у меня огурец дорастает до верха, ну, это будет примерно к середине июня, я снимаю верёвочку и укладываю эту плеть вниз, заворачивая кругами. И огурец заново начинает у меня расти вверх. Где-то с середины июля я вот эти огурчики, не вот эти, которые у меня вырастут, вот эти на грядке, я их пущу на сетку и перестану обрывать пасынки. Дальше огурцы у меня будут сами располагаться по сетке, пускать пасынки. И таким образом я не потеряю ни в коем случае в урожае. К этому моменту растения уже будут с очень крепкой корневой системой, разветвлённой, большой, и они смогут выкормить все пасынки, которые будут у них появляться. Я тем временем перед посадкой этих огурцов хочу вам показать, что я уже собираю урожай ранних огурчиков. Как я выращиваю вот эти огурчики в мешках. Посажены они у меня здесь 3 апреля рассадой. Вот смотрите, видите, 2 огурчика всего выращиваю на ранний урожай. Этот только отсвёл, вон там огурчик будет. Этого вполне достаточно. А это будет мой основной урожай. Давайте перейдём к посадке. Сажать я всё буду очень просто. Делаю лунку. В общем, у меня грядка заполнена с осени. Здесь у меня зола. И вся мульча, которая у меня оставалась с осени, я оставляю её здесь. Проливаю микробиологическими препаратами, Байкалом, М1. В общем, всё, что у вас есть. Сейчас дополнительно в лунку, так как огурцы это очень прожорливые растения. Я буду добавлять вот такое удобрение. А летом, я сейчас хочу показать вам температуру воздуха. Теплицы. 20 с небольшим градусов. Кстати, для топосадки огурцов очень важна температура грунта. Измерьте её, пожалуйста. Если у вас здесь ничего не растёт, у меня растут перцы и чувствуют себя здесь прекрасно. Закладывают бутоны, поэтому я уверена, что нормально пройдёт усвоение питательных веществ. Это у меня немножко подгоревшая рассада. Я рассказывала о том, как её закалять, чтобы такого не случалось. Итак, выкапываем лунку, кладём вот этот препарат по ложечке и дальше высаживаю огурчик. Летом по листу я удобряю жидким удобрением. Ну, примерно вот таким. Они есть для овощных, есть универсальный. Также добавляю фитоспорин и фитоверм для борьбы с грибковыми заболеваниями и с вредителями. Вот такой у меня коктейль. Вы, опять же, напоминаю, что я последовательница природного земледелия, поэтому таким образом и веду своё огородничество. Итак, что делаю? Просто выкапываю ямку. У меня уже разложен капельный полив. Грунт достаточно здесь рыхлый, хороший. Грунт я не копаю, он у меня просто мульчируется и таким образом уходит в зиму. Ложечку удобрения поливаем. Бирку сразу ставлю, чтобы не потерять. Потом будем сравнивать. Буду рассказывать вам про огурцы, поэтому не забываем подписываться, ставить колокольчик, нажимать, чтобы не пропустить. Немножко расправляю. Если корешки начали закручиваться, чуть-чуть их расправляю. Ставлю. Ещё поливаю немножко, стараясь не разрушать ком земляной. С помощью такого полива корни найдут себе правильное место в грунте. Всё вот так погребаю и чуть-чуть обжимаю. Всё, мой огурчик посажен. Таким же образом я сейчас посажу, распределю и посажу все огурцы, которые у меня есть. И затем, не дожидаясь, в принципе, пока они у меня сильно вырастут, я размещу, как и говорила, сетку. Но сначала они у меня будут расти на шпагате. Я их буду накручивать по часовой стрелке. А потом в середине лета пойдут на сетку уже. Хочу сказать, дорогие мои, что не стоит бояться выращивать рассаду огурца. Это совершенно не страшно. Это получится у каждого, особенно с моими советами, которые я даю. Я обязательно буду показывать, как дальше их формировать, как дальше за ними ухаживать. Всё буду в соответствии с временем, как будет подходить время. Вы обязательно пишите свои вопросы, если вдруг вы уже посадили раньше меня, если у вас какие-то проблемы. Но вот хочу сказать, для того, чтобы проблемы не возникали, я каждые две недели весь огород и весь сад обрабатываю коктейлем фитовером фитоспорин и какой-то стимулятор роста, какое-то удобрение жидкое добавляют, один коктейль. Можно янтарную кислоту добавлять, можно добавлять циркон, эпин. Я про этот коктейль говорила уже неоднократно. Ну и, конечно, для огурцов можно использовать зелёное удобрение, зелёную бродилку. Я в ближайшее время обязательно сниму вам видео, как её сделать, чтобы она была максимально полезна, максимально быстро и без лишнего неприятного запаха, которого все так боятся, хотя бояться тут нечего. Всего один препарат, какой-нибудь из препаратов и ваша бродилка будет пахнуть великолепно. В завершении видео о том, как я сажала огурчики, хочу обратить ваше внимание, что прошло уже несколько дней, с тех пор, как я их посадила и все они прекрасно себя чувствуют. Сегодня Серёжа зашёл в теплецу и говорит, а где огурцы? Натянула эту сетку, а огурцов не видно. А огурцы у меня так здесь нет. Вот у меня огурчик Кураж. Он тогда, кстати, только проклюнулся. Это у меня огурчик Маша. Это не заболевание, это мокрые были места и они выцветают, как бы выгорают. Маша. Вот видите капельки. Это Герман. Так, что тут ещё есть? Это тоже Герман. Это тоже Герман у меня. Так, это кто? Это Хрустик. Это Хитрец. Это, наверное, Шоша. Да. Это Фу Хаус и Солтис. Я рассказывала, какие из них новенькие у меня Солтисы тоже проверены. Вот Шоша, Фулл Хаус, Хитрец, Хрустик. Это новые огурчики. Маша, Кураж, Герман. Это уже проверены. Хочу два слова сказать по поводу полива и вообще ухода сейчас за огурцами. Значит, я уже рассказывала, что, во-первых, я их буду вести первое время, примерно до середины июля. Я их буду вести вот в таком виде на веревке, вот так буду вести, оставляя приблизительно один ствол и на пасынках два листа. Вот такая у меня будет елочка. По возможности, без фанатизма, когда захожу, удаляю вот эти вот усы, чтобы потом легче просто было снимать плети. То есть, вот так же, как вот эти огурцы, я делала уже видео об их формировании, я буду вести и вот эти огурчики. Почему? То есть, я их буду на веревке, потом они поднимутся и опускать буду, плети накручивать, они снова будут расти. Потому что они, огурцы у меня плодоносят в теплице примерно до середины октября. И если я их буду вот так пускать сразу, то они у меня быстро зарастут и будут здесь лианы. Поэтому до середины июля я их опускаю, середины июля я их пущу вот по этой сетке, которую сегодня закрепила, и они у меня будут плестись. Как только пущу по сетке, я перестану нормировать их побеги, их пасынки. То есть, пасынки пойдут во все стороны и дадут мне дополнительный урожай. К моменту, когда они пустят вот эти пасынки, это уже будут крепкие растения с большой, разветвленной, красивой, хорошей, крепкой, здоровой корневой системой, которая прокормит все пасынки, все побеги и даст огромнейший урожай огурчиков. Понятно? По поводу полива. Сейчас, во-первых, когда прохладно, ну, первонаперво ориентируйтесь на погоду. Если, естественно, у вас стоит жара, когда у нас, у вас настанет жара, если у вас даже вот такие маленькие растения, нужно их поливать до какого состояния? Чтобы грунт был вокруг них влажный. Почему? Только во влажном грунте идет работа и жизнь микробиоты, тех полезных бактерий, которые мы с вами вносим, которые перерабатывают все питание и которые кормят наше растение. Ведь мы кормим не растения, мы с вами повышаем плодородие почвы путем внесения микроорганизмов и органики. А уже микроорганизмы кормят наши растения. Мы один раз все это внесли, а дальше работает все само собой. Так вот, чтобы эти микроорганизмы работали, грунт должен быть влажный. Только во влажном грунте происходит вся работа и вся жизнь. Как только грунт у вас пересыхает, все эти микроорганизмы уходят в анабиоз, половина из них гибнет и вам придется заново вносить вот эти вот бактерии. Второе, это если у вас жарко, то есть просто следим, если у вас вот такие маленькие растения, жара, просто следим, чтобы грунт был влажный, не надо поливать под корень, куста, вокруг поливайте, а корневая уже найдет себе влагу. Если же у вас сейчас, у нас сейчас в Владивостоке 26 мая 12 градусов днем, иногда бывают 1-2 дня в неделю жаркие, да, но этого все равно недостаточно, в основном влажно и холодно. Вот это листовая пластина и сравните ее вот с этой листовой пластиной. А теперь вопрос, как вы думаете, какой огурец нужно обильно поливать, а какой нужно просто держать влажный грунт. Вот здесь мы просто содержим влажный грунт, не надо его поливать сильно. Если у вас не пересыхает земля, раз в неделю достаточно поливать. Если в неделю даже влажная земля, значит раз в 10 дней поливаете. Это вопрос о том, как поливать. Не надо выливать ведро под него. Еще раз, главное, чтобы вы влажный намокаете влажный грунт. У меня сейчас уже капля капает. Видите, вот здесь капля, капельный полив, он вчера вот все это место сделал мне влажным. И этого вполне достаточно для гармоничного развития вот этого растения. У него просто нет такой листовой пластины, чтобы испарять много влаги. Почему вот этот огурец нужно поливать намного больше? Во-первых, потому что у него наливаются плоды. То есть, когда у огурца начинают наливаться плоды, особенно если у вас пучковый тип. Кстати, вот это Аполлон. У него такие специфические. Собрала сегодня огурчик. Вот огурчик его. Еще не пробовала, если честно, но пахнет великолепно. Это Агросем Томс называется. Агрофирма мне подписчица прислала. Я довольна, довольна. Еще попробую на вкус. Вот этот вот Армада, если честно, пока не разобралась, как и что он растет. У него какое-то огромное количество огурцов растет из каждой пазухи. Вот когда он начнет плодоносить, я немножко более уверенно расскажу вам, как его формировать. Но вообще формирую пока все одинаково, как и рассказывала. Так вот, когда у огурца, почему мы его сильно поливаем? Потому что у него наливаются плоды, а плоды огурцов на 80% состоят из воды. Плюс когда у него много вот таких листов, вот именно с поверхности этих листьев огурец качает влагу и она испаряется, испаряется, поэтому его надо и сильно поливать. Вот в чем, не потому, что там какие-то другие причины. Почему растения, вот например, в пустынях есть растения, которые имеют маленькие, тоненькие такие листочки, это для того, чтобы уменьшить количество испарений. природа так подстраивается. А вот это тропические растения, которые привыкли к влажному, жаркому климату, то есть у них и влага есть, и жара, то есть они с этих поверхностей испаряют много влаги, поэтому и в корень ему нужно тоже много влаги, плюс наливающиеся плоды тоже требуют, поэтому вот это растение мы должны поливать намного обильнее, то есть систематически, но обильно, опять же не ведро одновременно, а потом неделю мы не поливаем, нет, раз в три дня например поливаем, либо что-то ставим, бутылку сюда переворачиваем, если вас вдруг долго нет, налейте в полуторалитровую бутылку, переверните и с этой бутылки будет постепенно туда капать, две бутылки поставьте и тогда плоды у вас будут быстрее наливаться, ой, капает на меня, ну вот наверное вот это важное то, что я хотела вам сказать, постоянно подкручиваю огурчики, вот этот вот армада для меня еще пока загадка, мы его не собирали, но там столько завязей, если они начнут действительно так плодоносить, то это шикарный огурец, который я обязательно возьму себе на заметку, кстати, вот этот мне тоже нравится, на вкус еще только попробуем, вот, сегодня подвязывала помидоры, о них тоже будет обязательно видео, подписывайтесь на канал, заходите мации, особенно по выпечке хлеба, ну и всякой другой,